запись включил вот еще раз добрый вечер среда 15 сентября 2021 года вот презентация skyway обзор новостей специально для белорусов вот ну также могут подключаться и соседние страны вот но давайте начнем быстренько побежим меня зовут алексей новович я образование инженер-программист 2004 года и личностого года я партнер skyway вот и вот эти же 6 и даже 7 лет мы двигаем массы рассказываем про проект вот ну и в общем то получаем радуемся вместе и комнаточку радуемся нашим успехам вот ну и начиная с азов так скажем с проблемы вот в мировых в мире огромное количество проблем в транспорте пробки аварии гибель людей так далее так далее то есть это такая проблема которая в принципе она понятна вот и видна невооруженным глазом для людей которые более специфических то есть которая связана с логистикой еще одна проблема это естественно связано с грузовыми перевозками вот мы грузовые перевозки это отдельная такая история вот в общем перед перевозка тренеров занимают у нас недели то есть китай мы заказом товары за секунды находим нужный нам товар там минуты оплачиваем за минуту и потом целыми неделями ждем когда же к нам придет наш заветный какой-нибудь прибор вот у меня я сейчас вещаю с ноутбука моей жены вот у меня вот на днях неделю назад сгорел но видеокарта в моем ноутбуке вот я заказал ее в китае нашел ее бы быстро в течение часа оплатил вот мы вот уже неделю жду когда же придет моя видеокарта ну и скорее всего что она придет еще недели через три то есть ну вот проблема со скоростью доставки она прям такая вот ну я сейчас на себе ее ощущаю не приходит целый месяц ждать но эту видеокарту маленькая там такая штучка вот но тем не менее вот ну и продолжая проблему про транспортных вопрос транспортных проблем тоже естественно так как она лежит дороге на земле то все что в земле есть она естественно пересекается ну и где-то пески приходит разгребать где-то снег где-то водой смывает это тоже тоже одна из таких больших проблем которые существует транспорт на сегодняшний день естественно выхлопы выхлопы мы как городские жители все это ощущаем особенно зимой когда не выйдешь на улицу и прям чувствуется запах ну такой ядовитый в носу то есть это ну вот и все последствия выхлопов и так далее нефтяные проблемы то есть связанные с выбросом авариями всевозможным вот видим паровоз который просто ужасен вот для экологов для для грин грин писаться наверно тут перекрестится если посмотрит эту картинку вот ну в общем проблема выхлопа стоит довольно остро естественно следующая проблема это строительство дороги тоже это одна из то есть строительство дороги в современном мире это очень дорого и долго если кратко говорить то есть что построить обычную там асфальту дорогу надо вырубить лес нужно сделать насыпь нужно все это уравнять нужно провести огромное количество мероприятий это долго мы это видим сами что так долго все происходит на строительство дорог то же самое касается и железной дороги вот особенность это в горах рубить он это такое мероприятие достаточно длительное но есть решение над надземные то есть вроде бы поднимаемся но тут тоже технологии наставляет желать желать лучшего то есть здесь огромные такие массивные колонны огромные массивные подпорки которые ну во первых тяжело все это монтировать вот во вторых это все дорого и но не 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 эффективно вот ну и вот отдельно на прошлый раз останавливались олег нам рассказывал очень интересная была история про про подвесной транспорт выпертали это первый в мире вот транспорт надземный который до сих пор функционирует ну там олег рассказывал что он был помню если не ошибаюсь олег поправить в 1903 году до был основан эта дорога вот он даже появилась дорога раньше чем сам город вот ну и до сих пор он ездит и за всю историю этой дороге насколько я помню там до 1901 год олег поправил да спасибо и я так и помза за все сто лет там было там только две аварии вот это там халатность человеческая ну то есть в общем показала себя на хорошем умном то есть никаких и не животных она не сбивает ни людей не не топчет то есть спокойно себе передвигать сверху вот но единственное минус это конечно как бы те те как бы материалы которые были сто лет назад они здесь используют ну естественно сейчас уже сто лет прошло материал другие возможности другие вот ответственно но нужно делать такой как эволюционный скачок вот ну и в общем-то об этом сегодня поговорим вот ну и часто очень сравнивают транспорт частности про который будем разговаривать с канатными дорогами вот смотришь репортажи там те же японцы пишут там сравнивают там или там корейцы или еще кто-то там дусы то есть на сравнивать с каратными дорогами вот ну и тоже отдельно поговорим про канатные дороги вот ну проблемы обозначили вот есть естественно уже решение ну как бы как ричард брэнсон там даже говорю что я обожаю проблемы потому что любую проблему можно решить вот и на этом заработать много денег вот и чем больше проблема чем больше проблем это решает тем больше денег там в этом рынке зарыто проблема большая вот решение есть вот это решение уже называется струны транспортной системы skyway вот и о них мы сегодня поговорим струны они названы неспроста то есть там рельс наружи вроде бы он похож на обычный железнодорожный но внутри есть у него изюминка то есть это струн струны нате высоко преднапряженные струны которые позволяют сделать этот рельс ну во-первых длиннее во-вторых крепче в третьих гибче то есть все то есть нет такой же как это чуть чугунные там железнодороги которые короткие тяжелые там массивные потом там еще тудук 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 то есть может делать очень длинные комфортные то есть для любого исполнения рельс вот видимо здесь красивую ажурную дорогу на фоне неба это как паутинка вот расстояние здесь для обычных дорог невероятные 400 метров вот а для нашего транспорта 400 метров это в принципе вот легкое решение пересечь любую реку любой враг красиво ажурно быстро и легко все это строится вот и этот транспорт уже функционирует в беларуси и в арабских эмбиратах сам струнный принцип он здесь мы давно применяют в антах мостах поэтому тут в этом плане ничего нового нет вот ну естественно для вот если взять поднять дорогу над землей мы понимаем что нет необходимости там засыпать озера срезать какие-то холмы то есть просто дорога проходит над землей идеально ровная поверхность вот ну и в общем-то совсем вытекающим отсюда преимуществом то есть там и по скорости и по обслуживанию и так далее вот ну и есть три вида дорог то есть таких конструктивных варианта такой вот полу жесткий жесткий и гибкий вариант то есть они могут принимать примет как городах так и между городами там сельской местности когда тоже одна картиночка из беларуси то есть это реальная картинка никто ли мой не фотошоп вот тоже еще одна картинка это уже видимо не видим дистанцию то снизу нас транспорт городской на там помню то здесь двойной идет то где-то здесь на 28 пассажиров насколько я понимаю вот ну и сверху у нас высоко скоростной юни лед здесь 6 местный вот и он способен развивать скорость до 500 километров в час так что это тоже очень интересное направление еще одна картинка здесь можно называть ее закат в экотехнопарке здесь мы видим еще один вариант исполнения тут двухместный для швейцарии вот вариант то есть ну то есть как видим линейка она довольно широкая вот и чуть-чуть тоже сейчас об этом поговорим вот но пока у нас смотрите на экране автор технологии ницкий анатолий эдуардович вот который 40 лет ну по статистике всю свою жизнь посвятил транспорту то есть он транспорт знает от а до я вот и даже больше вот и как как-то приезжал род хук из австралии спрашивала у анатолий эдуардович а то дальше если вопросы если такие вопросы на которые вы не знаете ответа вот на что он сказал что я это темно занимаюсь всю свою жизнь я знаю ответы на на все вопросы мы видим что 14 года у нас абсолютно все провели проблемы задачи по плечу вот все движено вот ну и все все развивается за всю свою жизнь анатолий эдуардович написала большое количество трудов монографии вообще он изобретатель вот работал в академии наук в институте там при академии наук занимался изобретательством патентами и так далее поэтому ну тут уже в этом плане он но мастер то есть как патентовать свои знания и как изобретать все решения изобретательских задач вот ну и талант конечно не занимать ну и вот одна из его последних книжек это называется инженер где очень хорошо описывается его жизнь как он шел к своей цели большой что приходилось по пути какие преграды преодолевать вот но и в общем-то картиночками очень иллюстрировано все показано так что кому интересно эта история конечно мы вообще можно рекомендовать своим знакомым это прям человек с которого можно брать пример по жизни как ну как ну как вот есть многие истории там успеха да можно ориентироваться на нее это все нам дает пример свои 70 по моему там час два года дает многим фору и кто уже там 50 лет собирается на пенсию и так далее вот ну и говоря про еще преимущества в транспорте в нашем то что коэффициент аэродимическое сопротивление здесь в 10 раз фактически лучше чем в обычном автомобильном транспорте естественно это дает возможность разгоняться до скорости 500 км в час это дает массу преимуществ экономии топлива вот ну и так далее вот но здесь тоже два варианта 14 местный 6 местный вот со всеми показателями то есть это тоже видно вот ну и раньше сейчас уже как бы слайд это такой больше информационный вот но раньше у нас частенько спрашивали они свалится ли ваш вагончик с путевой структуры вот на печали что не свалится вот показали такие картиночки что здесь и сбоку поддерживающие ролики и так далее вот ну сейчас уже объяснять не приходится почему потому что уже уже он едет мы я лично катался уже и не один раз катался вот и у нас тут гости в чате тоже катались вот и ну в общем а транспорт едет это уже как сказать против факта не попрешь вот ну и так вот пробегаясь по по параметрам вот капитальные затраты наши зеленый транспорт он минимальная то есть ну понятно что построить дорогу skyway то есть натянуть сверху паутинку это намного проще чем из бетонных блоков стереть эти вот тяжелые дороги дальше эксплуатационные расходы тоже минимальные почему-то то есть не надо чистить снег не надо чистить там листья там или как-то лотать дыры как в асфальте у нас они постоянно происходят то есть тоже эксплуатационные расходы не минимальные расход энергии за счет идеальной формы и за счет эффективной конструкции тоже здесь минимум минимальный то есть это не тот огромный там вагон 50 тонны который переводит 50 человек то есть по сути переводит не людей а там себя вот и естественно расход топлива идет на перевоз на перегонку самого вагона вот здесь маленькие капсулы которые ведут людей они сами себя вот и причем эффективная снаружи аэродинамика и все это дает очень хороший экономия энергии пропасная способность может быть даже больше чем московском метро то есть тоже за счет и за счет вариаций в количестве людей которые нужно переводить данной местности и за счет скорости то есть скорости плюс пропасной способности можно каждые две секунды как бы максимальный каждый секунды можно отправлять подвижный состав вот поэтому тоже в этом плане может выиграть даже в метро загрязнение окружающей среды минимальная за счет того что это электромашины электрокары и которые в некоторых странах могут даже вот батарейки от солнечных от солнечной энергии питаться поэтому здесь тоже минимальная транспортная аварийность минимальная за счет того что мы поднимаемся над поверхностью земли вот мы не пересекаемся с биосферой то есть две и животные цвета снизу а транспорт находится сверху и в общем-то обеспечивает так сказать над есть такой шум над национальный да надо вот ну над надземный на территориальный на транспорт который снизу на биосферы где мы там люди обитаем вот а сверху отдельным уровнем будет и транспорт транспортная сеть вот которая будет нас обслуживать в нашем передвижении вот но и здесь вот еще раз это представлены различные виды двухместные четырехместные шестиместные скоростные городские то есть все разновидности подвижного состава ну и тоже грузовых грузовые варианты тоже мы не не пропускаем тут уже есть контейнерная перевозка есть цепучие грузы и так далее то есть эта сеть транспортная такая транспортно ну транснет в общем есть такой понять транснет транспортная сеть для которая в общем то будет который мы будем строить вот которая будет обслуживать людей для передвижения людей грузов ну естественно сертификация проходится всевозможное там получаются награды выставки и дипломы то есть патенты все это есть на сайте для любопытных все это можно найти вот ну вот одно из наших зданий которые находятся в минске это здание приблизительно в собственности вот здесь это были инженеры сейчас они уже переехали в другое немножко здание вот на сегодняшний день компании более 600 высоко коллекционных специалистов инженеры архитекторы компоновщики сборщики там ну в общем весь полный состав который необходим для того чтобы создать транспорт начиная там от чертежа и вплоть до его реализации в металле какие-то вы самостоятельно создаются все это собирается потом все это тестируется вот и в общем то одно из это второе наше здание головное находится минске на железнодорожной 30 сегодня кстати один наших партнеров был в этом здании вот сегодня с утра и вот ну и прям вроде говорит что на картиночке кажется что небольшое здание как когда подъехал то прям удивился насколько она огромная и как там все классно сделано и ну прям были очень такие позитивные у него отзывы вот так что кто кому не лень может уже подъехать на железнодорожную 33 и там посмотреть как все это происходит вот но это нас производство шабанах здесь в общем то все происходит сборка непосредственно компоновка вот но и в общем то тоже кому интересно могут подъехать посмотреть также у нас есть и полигон в мариной горке где все эти транспортные средства испытываются есть уже построена 5 действующих трасс и 2 в процессе строительства вот ну вот хороший кадр который впечатлел все наши виды транспорта действий вот и там такое увидим снизу биосфера и сверху на втором уровне нас идет транспортная сфера вот как которая вот как человека в организме да есть кровеносная система есть нервная система есть лимфатическая система тут наверное я не биолог на кто-то правит вот ну вот здесь вот у нас будет биосфера снизу жизненная вот сверху потом будет транспортная сфера может где-то выше еще что-то потом появится в общем вот идея вот такая вот ну и как только была построена транспортная система в белоруссии и присылались в эмиратах и вы сказали что если вы готовы можете ли вы такой же сделать у нас вот на что анатолий сказал что конечно можем вот ну они удивились сразу ну сказали что у них там ну в принципе всем понятно что там температурные режимы совершенно другие там жарище там влажность в воздухе другая там как кто-то шутил кинешь гвоздь на землю и он тут же становится ржавой вот ну и вот тоже картиночки реально то что там построено что там уже есть и вот в двадцать первом году уже тестируется наш и контейнер для перевозки грузов поп не полу контейнер вот и unique or для перевозки пассажиров 6 местный в исполнении люкс вот и очень многие сейчас вот обзоры идут смотрят читаешь прям все расхваливают что там сравнивают с салонами самых крутых автомобилей салонами там самолетов бизнес-класса вот ну то есть там очень все сделано очень качественно под тот рынок чтобы соответствовало ожиданием того места где он строится вот но и говоря о перспективах вот пример станции в городе то есть не за пешеходы потом идет уровень 1 это высокоскоростная трасса и выше уровень там орды городская трасса это пример того как какой может быть станция в городе вот ну естественно за городом тоже есть одна из так сказать понятий это линейный город то есть когда трасс трасса всегда допустим выбирать выперталь выперталь то дорога соединила два города вот и то есть в том месте где была выпертальская дорога она соединила два города вот и потом там где она была вырос город вот по сути вот линейный город из образец того как это случилось сто лет назад и вот принципе то же самое может произойти ну и принципе тут и метро любая любая ветка метро она идет вокруг нее бросает сразу целые микрорайоны вот поэтому линейный город и он может быть бесконечно длинный он может длиться на сотни километров в любую сторону вот и получается что соединяя два города допустим минск москвой мы можем получить между ними город москва-минск вот и который будет ну так и так вот организован ну и соответственно со скоростью 500 км в час можно бы перемещаться в любую точку либо москвы либо минск и там течение буквально там одного одного-двух часов вот но истеть транснет про который говорил вот ее образец что касается евразийского пространства в общем планы большие вот есть где развернуться вот поэтому переходя к что даст миру технология skyway но естественно родные ближе на путешествие без границ полный безопасность пути совершенный транспорт линейные города выясниться чистая планета то есть это так сказать переход на планетарном можно сказать уровне на новый виток вообще развития то есть но очень интересно кто кто глубоко кто-то бывает на поверхность на всю эту тему смотрит и кажется может быть немножко смешным а кто вникает более глубоко вот и понимает всю перспективу которая впереди ожидает ну тот и люди и общем-то заряжаются вот видят куда двигаться можно как как можно развернуться вот сразу понимаешь на проблему перенаселения и про которую нам пытаются внушить что там больше 8 миллиардов на земле не умеется вот но если посмотреть на количество освоенных и не освоенных территорий то по моему на сегодняшний день только два процента суши освоено вот а 98 процентов не освоенных вот если все эту сушу освоить помощью нормальной транспортной технологии чтобы не было такого как в россии дорогие дороги не проехать вот если будет качественная дорога как не будет электричество будет интернет по можно осваивать любые территории будет спокойно расселять на планете там вплоть до 100 миллиардов человек вот без проблем вот если каждый еще будет жить сам у себя на своем так как участке вот может выращивать какие-то помидорчики огурчики морковку у себя на земле тут принципе и и еще эти люди будут на самом обеспечении вот поэтому ну вот за кстати за за линейные города города за это за это направление юницкий дважды получал грант организации объединенных наций вот ну и приходя к сегодняшнему дню вот у нас все строительство разбито на 15 этапов мы сейчас находимся в преддверии 15 этапом то есть 14 подходит подходит концу вот но и у нас по планам еще надо достроить 20 километров высокоскоростной трассы вот чтобы протестировать в реальности 500 километров в час вот ну и достроить раз трассу до катейнер перевозок всего необходимо где-то около 150 миллионов долларов вот в общем-то эти денежки собираются очень активно участвует вьетнам африка сейчас подключается латинская америка то есть людям со всей планеты эта проблема транспорта она понятна вот есть регионы где на особенно проблемные вот те вот допустим вьетнам возьмем то есть вьетнам уже несколько лет подряд он бьет рекорды просто по привлечению инвестиций в этот проект вот ну и и были на даже ролики там не мы видели как выступающие стоят сзади там огромным потоком проносятся там мопеды мотоциклы и так далее шум гам в общем то для них это большая проблема вот ну и говоря про инвестиции есть инженеры инженерный состав те которые занимаются разработкой транспорта вот а есть люди которые финансируют проект вот ну и соответственно те кто финансирует для них есть отдельные предложения вот кто-то есть бабушки которые финансируют и студенты есть бизнесмены предприниматели и юридические лица то есть в принципе тут вариантов много вот и каждый кто видит кому отзывается эта проблема помогает двинуть проект вот ну и в общем-то за свое участие он получает достойное вознаграждение то есть виде пакета долей с очень хорошим дисконтом вот на сегодняшний день дисконты мы видим от 21 до 46 то есть принципе на каждый вложенный человеком доллар он получает вот если минимальный пакет 21 долю вот который дальнейшем может стоить один доллар и более то есть вкладывая один доллар можно получить на выходе 21 доллар вот ну и так далее то чем большая сумма тем выгоднее дисконт вот и все это фиксирует в специальных реестрах и которые ведет компания будут где каждый участник он записан вот и при выходе дальнейшем на пио ему будет передаваться данный пакет и уже в дальнейшем этот пакет можно будет продать благодарить либо наследовать так далее либо оставить себе и получать дивиденды вот ну и говоря про выгодно почему выгодно поддерживать то есть это трасс то есть это компания которая может решить большую проблему вот и естественно решая большую проблему компанию ждет соответственно большой успех и большой капитал который способен прийти в данную данную сферу поэтому это потенциально при успешном исполнении потенциально выгодное вложение во с поживыми дивидендами то есть транспортная система настроиться не на то есть до строится на годы вот если пока годы транспортную система функционируют она будет приносить какие-то дивиденды вот но естественно все акционеры которые инвесторы участвуют проекте будут получать такие дивиденды ну это парк так хранится к этой пенсии Пенсия, которая, ну, как, вот есть разные стратегии инвестирования, есть, там, допустим, дивидендные стратегии, да, вот здесь это как одна из направлений, тоже, в том числе, дивидендная стратегия. Юридическая защита, то есть, приобретенная доля находится в самой надежной безопасности, в британской юрисдикции, то есть, не где-то в какой-то конкретной стране, а в британской, в общем-то, по международному праву, ну, то есть, которая уже сотни лет себя зарекомендовала, вот, и находится в надежных, так сказать, руках. Инфектуальная собственность на 400 миллиардов, вот, и была тоже сделана оценка отдельно, иногда спрашивают, почему так много, вот, ну, если посчитать, посмотреть, то, ну, это 400 миллиардов, на самом деле, это очень мало, вот, ну, и совладение мировой корпорацией, наследие детям и лукам, вот, ну, и так далее, то есть, все вытекают. Отсюда, из, так сказать, владением доли компании, все отсюда бонусы и преимущества. Вот, ну, это у нас часть, посвященная презентации самой технологии, вот, я смотрю, у нас 30 минут, как раз полчаса мы уложились, вот, ну, и сейчас перейдем к обзору новостей, вот, как я уже сказал, Ну, если у кого-то вопросы возникли, из новичков, пишите вопросы ваши, вот, комментарии, пожелания, вот, ну, и переходя к обзору новостей, вот, новостей стало побольше, вот, у нас уже сентябрь, движуха пошла, вот, и, ну, у нас тут мы видим знакомые лица в новостной ленте, которые, естественно, мы сегодня обсудим, вот, ну, и одна из новостей. Новостей. Начнем. На сайте производителя электроники Lenovo появилась информация о том, что компания поставляет свое оборудование в центр USTF Charge, то есть уже компании, вот, допустим, у нас было 3D Experience, по-моему, был немецкий софт для проектирования, они очень гордились сотрудничать с нами, прямо у себя на сайте, там, публиковали материалы, что вот, там, с помощью нашего софта готовятся такие инновационные решения. Здесь вот компания Lenovo решила тоже поделиться у себя на сайте о том, что она поставляет свое оборудование к нам в Charge, вот, ну, и, в частности, на тестовой, ну, я зачитаю, площадке уже установлены массивы для хранения данных Lenovo Think System DE2000H. Вот это оборудование для хранения данных, которое отличается высоким уровнем производительности и простотой в использовании. Вместимость такой установки может достигать 1,47 петабайт при установке 96 жестких дисков по 15 терабайт. Примерная стоимость массива начинается от 4 800 долларов. Вот и новое оборудование Lenovo позволит обрабатывать большие объемы данных для автоматизированной и круглосуточной работы струнного транспорта на действующих и будущих трассах. Ну, о чем мы говорим, что уже сейчас уже начинает закладываться такая вот хорошая основа для передачи их и для хранения данных. То есть, так как у нас транспорт является автоматизированным, вот, то есть, это, по сути, автопилоты, то есть, и в каждый вагончик он оборудован, ну, вагончик может быть некрасиво, но, да, ну, это как для простоты понимания. То есть, оборудование и искусственным интеллектом, камерами, то есть, вся эта информация, то есть, искусственное зрение есть, то есть, впереди подвижного состава всегда просматривается через камеру на наличие каких-то либо предметов посторонних. Происходит анализ, сбор, анализ, то есть, если идет человек, то система его вылавливает, и там транспортное средство замедляется, или вообще тормозит. Вот, и тоже мы видели ролики, когда Анатольевич ходил перед Юнибусом, и он прям останавливался сам, вот, потом Юницкий шел на него, и он начинал пятиться, то есть, дабы исключить столкновение. В общем, все системы, вот эти вот искусственные зрения и плюс анализы сбора данных, все, получается, будет храниться на серверах Lenovo, вот, ну, и, в общем, уже закладывается на дальнейшее внедрение, так сказать, в адресных проектах в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот, ну, и мы видим здесь недовольного дядечка, который, как оператор, обслуживает, смотрит, все контролирует. Вот, современная транспортная система, да, то есть, раньше сидел машинист, смотрел все глазками где-то, сам рулил, вот, а сейчас вот сидят в операторных, ну, по сути, как, можно сказать, наверное, как терминал в этом, в аэропортах, да, вот, где отслеживают все, контролируют, вот, ну, так далее. Вот, следующая у нас новость, что в Шарджи у нас были на этой неделе дипломаты, вот, аж из 20 стран, вот, ну, и здесь страны и Персидского залива, из Европы, из Азии, вот, ну, и визит прошел в рамках форума научно-исследовательского и технологического парка Шарджи, вот, целью которого стало развитие международного сотрудничества с технологией. Вот, ну, кстати говоря, в Шарджи у нас получается, что площадка не просто сама по себе стоит, она идет именно в рамках вот этого технологического парка SRTI, вот, и, в общем, оттуда, ну, приходят контакты, которые, ну, вот, прям, там, у них шесть направлений для деятельности, вот, ну, и вот это вот взаимодействие очень, ну, хорошо, то есть, нам приводит новых, можно сказать, потенциальных заказчиков, вот, и далее. Вот, и, кстати, был там Олег Фомин, генеральный консул Российской Федерации в Дубае, вот, и после заезда на тропическом юникаре он вот сказал такой фраз «Спасибо за теплый прием и возможность прикоснуться к будущему». Это была незабываемая поездка, вот, и желаю этому замечательному проекту дальнейшего развития и скорейшего ввода в промышленную эксплуатацию. Ну, в общем, отзывов, там было еще в статье, как вам интересно можно почитать, там их было больше, вот, ну, и, в общем, люди прям гордятся, и глаза загораются, что вы прикоснулись к будущему. Вот, и очень хорошие отзывы, ну, это очередной тоже израильский деловая газета Globes, вышла статья заголовком «150 километров в час над землей», «Новый экологичный способ передвижения может решить проблему пробок». Вот, ну, и автор 20-метричный интерьер пассажирского скайвэй спроектирован как салон первоклассного самолета. Ну, то, что мы говорили выше, что, ну, очень часто сравнивают, там, или с бизнес-самолетами, там, либо с суперкарами, то есть прям подделки. Вот, поэтому, ну, такие слова приятно читать. Вот, ну, и, по словам журналистов, сеть городского транспорта скайвэй может переводить до 10 тысяч километров пассажиров в час со скоростью 150 километров в час. Вот, ну, еще одно преимущество – это низкая стоимость рояки. Например, от 1 километр струнной трассы обойдется в 15 раз дешевле, чем 1 километр метро. Но, что тоже немаловажно. Так, ну, и еще одна новость. Это тоже, в принципе, в прошлый раз про нее говорили. Вот, но, повторимся еще раз, для закрепления, что струнный транспорт прошел свою сертификацию, вот, которая подтвердила технологии по нормам безопасности. То есть проверка коснулась путевой конструкции электротранспорта, анкерных промежуточных опор, а также пассажирского вокзала. Вот, все сертификационные работы проходили в центре USTF Charge. Вот, а соответствующий сертификат выдала компания TUV-SV. Организация предлагает решения в области ретестирования, инспектирования, аудита, сертификации и обучения в 14 странах. За надежность и независимостью оценки TUV аккредитована различными международными органами, вот, в том числе, международным центром аккредитации Эмиратов. Вот, ну и мы видим здесь довольного Адольдаревича Эмирского, вот, который показывает нам сертификацию. Всем скептикам, которые, может быть, не верят или сомневаются, вот, посмотрите. Двигаемся, строим, вот, сертификаты получаем и радуемся нашим результатам. Вот, ну и переходя от новостных лент и наших технических каких-то достижений, переходим к Глобал Экспо Марафону. Вот сегодня у нас подходит к концу Глобал Экспо Марафон, то есть люди, которые хотели поехать посмотреть все вживую в Эмираты, участвовали в специальном конкурсе, вот, ну и есть уже у нас победители, вот, которые готовы отправиться, вот, ну и так они сейчас чуть позже скажем. В общем, есть ряд наших белорусов, вот, которые поедут туда, в Эмираты, будут, посетят очень, ну, там, всевозможные мероприятия, вот, в рамках этого конкурса, вот, в том числе Экспо в Дубае, который должен был быть в прошлом году, но перенесли на год позже. Вот, также будет посещение Экодома в сердце нашего Экодома технопарка, вот, прогулка, естественно, на транспорте прокатиться, можно будет поговорить с Юницким и так далее, то есть ужин отдельный, то есть, ну, в общем, там целая программа, вот, ну, и таких людей у нас единицы, вот, но будем за них радоваться. Вот, ну, кстати, горячего день есть, поэтому кто-то, может быть, сегодня еще что-то удастся, может быть, продлят еще, возможно, тоже так говоря. Вот, ну, и еще одна новость, у нас вновь стали доступны пакеты Face to the Future, было очень много заявок, то есть, в предыдущий раз он был у нас в феврале, вот, и людям очень зашла данный, данный вид, данный пакет, то есть, ну, мы говорили, что есть там пакеты разные, там, для студентов, для пенсионеров, вот, ну, в общем-то, данный пакет, он стоимостью 5000 долларов, вот, но данный пакет включает в себя очень хороший дисконт 1 в 90, то есть, они не 1 в 20, не 1 в 30, а 1 в 90, то есть, на каждый вложенный доллар дается 90 долей, вот, то есть, это очень хорошее приложение, вот, которое действует у нас сегодня до конца дня, возможно, будет какое-то продление, я не знаю, вот, обычно бывает, ну, бывает продлевает, но посмотрим, вот, ну, и каждый инвестор, который поддерживает проект на 5000 долларов, там, может быть, просрочку, там, может быть, именно разово, вот, он в том числе получает вот такое, вот, как портрет, как голограмма, вот, который будет размещен в экосинопарке, вот, ну, и как гордость для потомков, будут люди смотреть, что вот человек поддержал, и вот он здесь у нас в музее, ну, вот, как, как, допустим, генерал Лебедь, нас в бронзе вылет, как один из первых людей, который поддержал проект, но точно так же каждый инвестор, который сейчас приходит на 5000, он будет уже современными способами, то есть, бронзе выливать не будут, но вот такая 3D-голограмма, она вполне украсит в Мариной Горке музей, вот, вашим изображением, вот, ну, и, переходя к нашим победителям, вот, видим здесь нашего дорогого Олега, вот, который выиграл поездку в Дубай, вот, ну, и интересная тут у него фраза мне понравилась, что, когда я в августе увидел, когда в августе 21-го года я увидел условие марафона, я ни капли не сомневался, что должен быть победителем золотого уровня и стать свидетелем грандиозного события в ОАЭ. Вот, всего за один день я выполнил третье условие, где нужно привлечь 4-х человек в первую линию, вот, ну, и результат не заставил собеждать мое имя в списке победителей, вот, то есть, Олег за 4, за один день буквально привлек 4-х человек, вот, выполнил условие конкурса, вот, ну, и сейчас, видите, красуется у нас с голливудской улыбкой на слайде, вот, среди других участников, ну, и также здесь его сестричка представлена, Ольга Вероника, вот, ну, она тоже вот сказала, что жизнь состоит из достижений, вот, сначала ходить, потом читать, потом строить, вот, и без участия в таких мероприятиях нет стимула к росту, то есть тоже, кстати говоря, она, после завтра, через день буквально, она летит в Доминикану, вот, почему я говорил, что, сейчас очень активно подключаются латинские страны, вот, летит двигать Дей и Skyway туда, вот, такие вот, и Анечка у нас тут тоже, тоже наша победительница, тоже мы за нее очень рады, вот, ну, и она тоже похвалила свою команду, моя команда сыграла очень большую роль в победе, когда есть команда, это мотивация, ответственность за успех каждого участника, я знаю, что в сложных моментах можно опереться на помощь команды, а члены команды всегда могут положиться на меня, вот, без команды достичь такого, успеха очень сложно, безусловно, это коллективная победа, вот, ну, так что аплодисменты, можем похлопать, вот, можете плюсики поставить, вот, в честь наших победителей, вот, так что, ребята, молодцы, 22 октября, да, да, они вживую увидят Анатолия Ильича Юницкая, познакомятся, потому что, допустим, мы тут в Беларуси поближе, как бы, у нас больше возможностей как-то встретиться, то девочкам из Испании, из Германии, особенно в условиях коронавируса, локдауна и прочих дел, такая поездка, она прям, как глоток свежего воздуха, как некая такая вот феерия, вот, поэтому очень рад я за наших победителей, вот, ну, и, Олег, если ты на связи, можешь сказать пару слов, вот, ну, на этом у меня, в принципе, все, да, новости хорошие, вот, радуемся, естественно, за, что проект движется, вот, уже адресные проекты у нас на подходе, вот, уже, ну, я смотрю, что все чаще уже говорится, что у нас адресный проект уже будет буквально, вот, в 23-24 году, то есть уже есть какие-то, пока не раскрывать где, но есть уже какие-то наработки, ну, так что, порадуемся и за это в том числе, вот, Олег, если желание есть, выходи, можешь тут на фоне своего изображения что-нибудь нам пожелать, вот, сказать, вот, вот, ну, и пишите комментарии, если есть, вот, ну, если нет, то будем прощаться.